Череда уголовных дел, еще совсем недавно будораживших Орловскую общественность, уже в декабре отправится в суд. К примеру, практически закончено громкое дело в отношении генерального директора Орловского социального банка. В период с 2010 по 2012 год организовалось сложную схему перевода долга по кредитным договорам на расчетные счета, а также выдачу кредитов, что привело к потере ликвидности банка, причинению ущерба на особу свыше полутора миллиардов рублей. Напомним, после проведенных мошеннических операций банк был объявлен банкротом, хотя долгое время об этом не говорили. Все вклады застрахованы, поэтому при любом развитии ситуации все обязательства перед вкладчиками будут исполнены, как банком, так и государством. Поэтому не нужно поддаваться панике и на самом деле вся ситуация, которая сегодня происходит, это направленная провокация для подрыва социальной стабильности в регионе. Руку к падению банка, по словам следователей, приложил и замначальника Белгородской полиции, по стечению обстоятельств руководивший антикоррупционным направлением. Он путем организации подставных фирм взял кредит у все того же соцбанка на сумму около 80 миллионов рублей. Еще одно не менее резонансное дело – хищение акций Орловской Нивы. Убытки области от продажи предприятия по бросовой цене около полумиллиарда рублей. Уже фактически установлены некоторые должностные лица бывшего администрации Орловской области, высокопоставленные должностные лица, которым уже будут предъявлены определенные серьезные вопросы. Что же касается юбилейного, учредителей которого подозреваются в нецелевом использовании немалой суммы, то обвинительное заключение уже готовится для передачи в прокуратуру. Мы отработали всю схему движения этих денежных средств. С результатом, в принципе, по 159, это мошенничество в отношении бюджетных средств, готовим уже обвинение определенному должностному лицу, то есть руководителю этой организации. Наиболее характерными сферами, где превалирует коррупция, по-прежнему остается дорожная. А именно дача взятки сотрудникам госавтоинспекции за несоставление протоколов. В текущем году следственными органами нашего управления возбуждено 118 уголовных дел коррупционной направленности. Среди подозреваемых 7 депутатов и глав органов местного самоуправления, а также следователей органов внутренних дел.